по продавленню, как правило, заставляет вас делать капители. Наряду с решением по капителям, друзья, есть решение по балкам. Оно подразумевает систему перекрестных балочек, железобетонных. Оптимальная высота балки, я бы сказал, минимально оптимальная, это 1,15 пролета. То есть на пролете 6 метров рационально балка высотой 400 миллиметров с толщиной плиты. То есть вот как альтернатива этому решению, да, у нас в АБКшечке вашей может быть вот такое решение. Кстати, балку даже трезво сделать равную по ширине колонии. Здесь располагается рабочая арматура. она ввязана с комутом, армирование очень напоминает армирование колонны. Ну вот, 1,10, 1,15, то есть разумная высота балки от 400 до 600. Выше уже не надо, дольше тоже не надо. Дольше будет она переармированная. И в пределе она станет металлической, да, потому что будет на полной арматурой полностью там загиб. Вот. Вот, в общем-то, два решения. Выбирайте. У этого решения плюс, скажем так, тот, что можно немножко поэкономить даже на толщине плиты. Можно, если очень хорошенечко все это вытащить, выйти на 160 и сэкономить немножко арматурки. Потому что опирание будет по периметру, да, и плита работает уже по-другому. Эта плита стоит над острых ножках, хотя есть капитей. Поэтому здесь работа похуже. Трочина все-таки 180. Поэтому вот вам два технических решения по перекрытию. Ну, узлы мы будем более подробно разрабатывать уже попозже. Сейчас у нас не стоит задача все уже довести до полного грезка. Фундаменты, друзья, да? Ну, во-первых, скажу, что вот эта конструкция, учитывая монолитность каркаса, она у нас повторяется практически до покрытия, включая покрытие. То есть мы аналогично разрабатываем все этажи, если их только форма меняется немножко, а так, в общем-то, они идентичны. И даже ли ту покрытие, да? Тем лишь разницей, что у покрытия есть еще вот такой элемент парапета, который образует возможность установить перила и возможность сделать водоотбойный клинт и кидроизолировать конструкцию, да? Это тоже важно. Что касается фундамента, да, друзья? Мы с вами определились с пролетами, смотрите, как у нас все уже проясняется. Сейчас с вылетами рациональных консолей, с толщинами, с сечениями колонн. Остается определиться фундаментами. В данном проекте, друзья, мы применяем с вами плитно-коробчатый фундамент, да? Плиту, объединенную с техническим этажом, по сути, я в некую коробку. Давайте вот здесь вот лучше виднее как-то. Что это такое для вас? Вот тут мы задержимся немножечко. Для вас, друзья, как для инженеров, это плита, сочинное, ориентировочно, где-то для пятиэтажного, сейчас я вспомнил, 500, ну да, где-то 500, 500-600 миллиметров она будет. Я даже думаю, что для пятиэтажного можно выточить и 400, где-то 6-7 этажей, 500, и 8 этажей где-то уже, наверное, больше 550-600. Ну, плюс-минус. Вот такой примерно, по опыту так скажем. Ну, вот я помню, на Стрельбищенко и Курчино жилой дом, там паркинг, вот такой технический этаж, машинки стоят, и там 5 жилых или 6 этажей, плита там 600. Все-таки вот, короче, количество этажей примерно равно количеству, толщине плиты, да? Доцемент. Далее, друзья, что здесь? Мы делаем зуб, так называемый зуб. Зуб, который позволяет включить, да, больший плат грунта, чтобы здесь не было больших концентраций усилий. По сути, это вот такой элемент и клетки получает, потому что все нагрузки, да, поступают через стену. Стена, друзья, работая на нагрузочке от горизонтального отпора грунта, да, и вертикальный от каркаса, да, распределяя усилия от колонн к фундаменту, одновременно испытывают и сжатие, и сгиб. Поэтому их делают обычно 300-400 миллиметров. 400 даже рациональнее в случае, если у вас прямиком на ней стоит колонна. То есть здесь усилия будут полностью акцентрованы. При этом у нас, не забывайте, что есть еще утепление какое-то обязательное. Железобетон нам надо утеплять минимум 150 миллиметров, причем и включая до глубины промерзания. Поэтому мы с вами вынуждены, вынуждены. Вот здесь делать так называемый зуб. Зуб, еще один зуб, да? Зуб получил 345. Зуб. Зуб этот несет уже отделку, там какой-то навесной фасад, делайте что хотите, вентилируемый зазор, а утеплитель проходит через зуб, через специальные перфорированные отверстия, так называемые термовкладыши. Которые не делают вот этот зуб мостиком холода для плиты перекрытия пола первого этажа. Еще один интересный моментик, чтобы не было протечек, вот здесь всегда ставится гидрошпонка. Напишите, пожалуйста, гидрошпонка обязательно во всех подвальных монолитах. Это связано с тем, что в один присед не льется стена с плитой. Здесь есть так называемый холодный шов. Холодный шов. Ну так как, вообще разные строители расходятся в понятии холодного шва, до схватывания идет 45 минут первичное, да? Ну, от часа до трех часов, если вы не продолжили бетонирование, да, ушли в пять часов разрыва, это уже шов будет холодным. Вот, делается христообразная насечка, и вот эта шпоночка, она не дает воде, в лучшем случае туда проникнуть. Далее, друзья, делается поверхностная гидролитная изоляция. Вот здесь делается специальный клин, для того, чтобы наклеить эту изоляцию. Он делается из раствора и летощего бетона, изоляция окружает у нас всю конструкцию. Да, не забудьте, что плита льется не в голову грязь, да, не в жижу, не в жижу. Давайте зарисуем, раз мы начали потом, чтобы заново все это не отрисовывать, нарисуем, как это войдет. Вот этот узел у нас пойдет целиком в разрез по стене. Мы фактически вам сейчас уже рисуем курсовый проект. Значит, основное, когда делается отрывка котлована, друзья, копочка, да, делается первичная зачеканка щебнем, закрепление, зачеканочка, да, щебнем 100 мм. Делается это для того, чтобы закрепить основание. Затем укладывается, запишите очень важный материал, геотекстиль. Геотекстиль является фильтром для воды. И он не позволяет потерять те частицы, на которых стоит ваш фундамент. Геотекстиль. Вы это должны изучать на основании фундамента. Уже изучали, да? Было? Значит, спросите у них, где геотекстиль. Геотекстиль, чему он препятствует, да? Выносу мелких частиц основания грунтовыми водами, которые в тысячи, миллионы лет мигрировали, да, в этом месте, по своим законам, то есть гидрогеология, вы нарушать не должны. И поэтому все эти законы движения воды под вашим стаей, они сохраняются, да? Вот для того, чтобы у вас все это не вымало к чертовой бабушке, мы кладем вот этот фильтр. Вода идет, частички у вас, ваши все, остаются. По-моему, это называется на научном, на ихнем. Диффузионный вынос мелких частиц препятствуют диффузионному выносу мелких частиц грунта. Все, положили геотекстиль, можно класть основное, так сказать, основу, основание, это крупный щебень. Запишите, пожалуйста, для, в общем-то, капитального строительства применяется крупный щебень, крупный щебень, и для так называемого оптимального фракционирования, вы это изучали строительные материалы, да? Было? Оптимальное фракционирование изучали? Ну, что такое? Двоечники? Ну, пятерочки, говорите, изучали? Друзья мои, что-то как-то за 20 лет как-то все меньше изучали. Все меньше Продолжение следует...